всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня 23 января и на моем канале новый лайф влог сейчас утро я только встала буду завтракать и приступлю к раскрашиванию к съемкам хобби влога очень люблю это время когда город просыпается кофе варю и кашу ну и вот мой завтрак со свечкой так уютнее сегодня 24 января еду в студию делаю кашу себе воды налью и кофе так сейчас нужно не забыть флешки взять с собой и powerbank кстати какая-то ерунда с ним он почему-то не зарядился видимо то ли розетка что-то то ли адаптер что скорее всего наверное одной рукой неудобно пока есть время пусть здесь заряжается но я думаю это все-таки дело в адаптере надо другой взять ну а сейчас крашусь наборчик стандартный и так вот у нас за окном сейчас завариваю термо чтобы погулять пойти потом и разморожу лепешку пообедаю потому что дома меня не будет полдня как минимум вот завтрак я еще себе свалила яйцо но потому что опять же сегодня должен быть поплотнее посуду помою пока время опять же есть посуду помыла раковину помыла упаковала лепешку в два пакета обычные бумажные уже иду к метро на улице слякоть все тает но при этом есть прям вот лед попадается идти достаточно сложно надо быть аккуратнее то что и брызги потом будут лететь машины когда она попозже чуть-чуть а сейчас еще и главное не упасть бы а так хорошо достаточно комфортно тепло но сегодня плюс 2 но это ощущается что в принципе плюс 2 в общем еду но это время всегда такое уютное как мне кажется у нас в общем район очень хороший приятный достаточно я вообще утром рано люблю есть только немножко вот каши овсяный и кофе но сегодня пришлось еще яйцо съесть потому как но все таки я думаю что я часа в 3 в 4 даже эту лепешку съем только дело дойдет поэтому студии кофе выпью не но для меня это нормально но имеется ввиду что завтрак завтрак вообще должен быть всегда по факту плотным но меня в столь ранний час всегда подташнивает если я много съем для меня вот яйцо уже было как бы лишнее на самом деле ну ничего уже на новослободской идем к студии с ученицей вот болтаем ну и тут вообще совсем скользко просто убиться можно это вообще жесть так включаю свет и кофе кофе я сразу себе заварю выпью так сказать в первой половине занятия и даже с сахаром но потому что я не пью растворимый но этот растворимый кофе более менее адекватные раз в неделю я люблю такой штучкой побаловаться вот вот но почему в первой половине выпиваю кофе занятия чтоб потом не спокойно до ходынского парка до цска дайте потому что на пути туалета не попадаются в такой кофе обычная робусту добавляют поэтому вот как-то так несколько стаканчиков сделала я отнесу в зал всем привет еще раз так один станок поэтому пойду с еще один принесу а вот этот пока тоже ученица себе воду наливает ну и так далее у меня дома тоже такой есть станок но его одной рукой я спокойно таская он не тяжелый а этот уже тяжелее встретились так рюкзак заберу это у меня рюкзак от кеда хороший достаточно студия сейчас пустая утром тихо только мы приходим в такую рань сейчас зажгу уютные лампочки смотрите какая красота прям вообще супер особенно уютно кстати жарко иду на ходынское поле это петровский путевой дворец ну и вошла в парк тут проводятся какие-то ремонтные работы что-то там трубы какие-то окажутся прокладывают это лыжная трасса как-то так ну и правильно для комфорта людей все сделано это хорошо так вот дорожка чтоб не скользить это я качелям поднимаюсь хочу покататься их обожаю вон там дом капля знаменитый ну и вот получаю удовольствие наслаждаюсь очень нравится сегодня у меня как-то особенно почему-то дух захватывает прям дыхание перехватывает и как-то я сегодня сильно раскачалась что странно как-то легко получается не она не с камерой квашами распродажа косметика всякая соль бусинки вон даже продаются разные вообще много чего сегодня со скидками но я так немножко снимаю самое интересненькое и агафья organic kitchen носочки отшелушивающие глина полно всего эль косметикс и действительно цены такие зеленая аптека вон масок сколько так что чего-нибудь всегда себе можно интересненькое приглядеть так что имейте ввиду на этаж она авиапарк метро цска но наверное в других ашанах какие-то скидки но вообще я знаю что везде скидки и акции бывают разные несмотря на то что это сетевой магазин но я что-то пока себе ничего не присмотрела но особо и не надо косметики у меня много вчера я была ваша не но и сделала немного покупок прям вот самое необходимое то что было нужно во первых у меня закончился лимон я взяла вот килограмм 89 99 и у меня получилось на 9 рублей ну у меня просто есть лимона вместе с имбирем прокрученные и я его заморозила но я считаю что поскольку я была рядом с ашаном я купила а тот лимон пусть лежит именно на тот случай когда нужно нету и лените дальше я взяла от марки каждый день пену для бритья для чувствительной кожи объем 200 миллилитров я недавно показывала в косметических пустых баночках что у меня такая пена закончилась она была у меня полгода мне ее хватило хорошего качества очень понравилось дешевая экономичная помпа здесь удачная такая ну по крайней мере вот ту упаковку я использовала всю до последние капли из помпы все было хорошо вот единственное что она только тут немножко рожавеет но это не проблема под крышкой все равно не видно приятный аромат нам правда именно мужской потому что это пена для бритья мужская хотя здесь вообще-то кстати не заявлены в общем купила еще раз там было кстати гель также для бритья ну как-то пена пока меня прикалывает пена дальше взяла два рулона туалетной бумаги там ну по 8 рублей с копейками пены я потом скажу посмотрю по чеку я просто не помню также давно хотела взять гвоздику потому что закончилась ее одно время было много потом закончился не приобретала а специи у меня много общем взяла обычно специи марки каждый день они хорошие следующее что приобрела это пакет мешки для мусора марки каждый день здесь 10 литров 20 штук я беру на месяц 4 штуки но я не знаю то ли у меня где-то завалились по моему они то ли что не суть они 7 рублей с копейками стоит уходит они у меня быстро поэтому вчера взяла еще одну упаковочку они у меня как они идут во-первых в туалет под туалетную бумагу ведро потому что вряд ли они выдержат что-то основательное тем более они небольшие а для бумаги самое то дешевое и прекрасно также у меня на кухне около мойки на вот дверце висит контейнер но такое многие знают он фикс прайсе ваша не в леруа мерлен новых где продается хотя насчет ашана сейчас вот сомневаюсь но в леруа мерлен озон фикс прайс они есть ну и вот когда я чищу овощи я туда тоже пакет вставляю прекрасно и потом завязываю и в общий пакет уже бросаю ну и так еще там для ушастика иногда там тоже что-то нужно хорошие для этих целей хорошие мешки чисто как полноценно для мусора это вряд ли так но еще я взяла чеснок чеснок за килограмм 229 рублей 99 копеек у меня было на 23 46 просто раньше я в основном покупала чеснок кстати марки каждый день сейчас в принципе я его тоже беру и даже буду брать но во первых стали вот такие маленькие пачки как у гвоздики но при этом раньше чеснок был мелкий как порошок а сейчас он такими мелкими но небольшими кусочками это неплохо но я как-то подумала что не для всего подойдет и я лучше буду брать такой во всяком случае тот и другой не повредит еще мне довелось взять фарш индейки 500 за 500 грамм 49 рублей с копейками по акция так она этот фарш стоит 90 чем-то рублей фарш хорошие я взяла две упаковки очень рады что мне так повезло вообще я индейку не очень люблю и я бы не взяла бы ни индейку не фарш им из индейки по за полную стоимость а вот за 49 рублей я даже и задумываться не стала вообще я предпочитаю курятину и кстати фарш из курятина я тоже по акции за такие деньги покупала и вообще просто прекрасно вчера я много гуляла поэтому решила сделать маску но и и бы вообще следовало сделать вчера еще но у меня не было вчера на этого сил я прошла 17 с половиной или 18 километров для меня это по факту немного я обычно более 20 хожу но во первых у меня был перерыв дней 10-15 в прогулках потому что было холодно и все такое я больше чаще всего сидела дома вот хотя и несмотря на то что у меня и ученицы там танцы все дела но танцы растяжка фитнес и ходьба это совершенно разная нагрузка вот и поэтому немножко как-то по отвыкла и мышцы очень сильно напряглись к тому же но это еще даже не столько от этого сколько от того что было скользко вроде бы смотришь месиво а есть такие ледяные прям островки которых даже не видно и соответственно боишься упасть мышцы напрягаются в самых неожиданных местах поэтому устала но это хорошо потому что одна такая вот прогулка в таких условиях она заменяет четыре обычных прогулки ну или там две тренировки поэтому замечательное только первое то есть если бы я сегодня также бы пошла бы разгуливать по льду то это уже было бы как обычная нагрузка в общем сейчас буду делать маску для лица вот такую вот смуцином улитки так она называется я ваша не по 30 чем-то рублей по акции как-то покупала и это эти маски из этой серии разных и еще какая-то марка тоже разных набрала вот в этот раз кстати максимум самая дешевая маска стоила 40 чем-то рублей но мне это было не интересно я люблю пробовать все рублей по 30 чем-то но и потом просто не было этих масок которые меня бы заинтересовали так что нам тут заявляют тканевая маска с улиткой подарит кожи упругость эластичность защитит от преждевременного старения подтянет и увлажнит типа восстанавливает кожу способствует регенерации выравнивает тон и рельеф ничего посмотрим чего будет ну по-моему такие обычные маски в общем-то ничего особенного ну а этот влог я буду завершать если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр желаю вам самое главное здоровья ну и хорошего настроения увидимся с вами в следующем видео пока пока